МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По святой службе информации телерадио компании Гомелю, студия працует Маргарита Котова. Глядите в этом выпуску. Увод в 2020 году президент Беларуси подписал указ о реализации инвестпроекта на Добрыжской паперовой фабрице. С клопотом про будущее школа у агрогородка Литвина в Шекармянского района открыться селета после реконструкции. Сучастный музей Короткевича в доме, где неколежил и творил письменник. Установу плануют створить в Рогачеве. А зараз об этом иншим больше подробятно. Беларуси, поколь удается, застиравшись свою информационную простору от массовых манипуляций и медиакраты. Если национальный парадок дня диктуют не властные интересы грамадства и державы, а внешние силы, олигархичные групповки, политические кланы и журналисты, которые обслуговывают их интересы. Такую основу можно сделать с объективного анализу ситуации на медиаринку, который сегодня прогучал в Палаце независимости от руководителя державы. На встрече с руководителями державных СМИ президент признал отставание по форме подачи материалов, олень непозмездие. Правда, от лидера умеркованья, ауторская журналистика, технологичность и опора на информационный суверенитет. С этого подмурка повинна и будет повелишиваться альчинная медиа простора. Отличие наших средств массовой информации от российских, это разительное отличие в нашу пользу, состоит в том, что мы гораздо честнее, чем они. Там не пропаганда уже, там фейковое изложение той или иной темы, там полностью искажается правда. Белорусские СМИ, слава Богу, абсолютно правдиво излагают ту или иную тему или информацию. В чем мы уступаем? В показе. Операторы, формирование самого сюжета, мы даже миру уступаем. Мы в этом уступаем. Поэтому нам надо подумать. Телевизор, допустим, да и интернет, если видео, но это прежде всего смотрю. Потом слушаю. Я лично очень внимательно слежу за нашими, вашими продуктами, особенно телевизионными, и те досужие рассуждения, что вот интернет все забьет, телевизор не нужен будет, неправда. Неправда. Как минимум, процентов 55-60 стабильно население будет пользоваться телевизором. Стабильно. Ну да, сегодня есть телефон, айфон там включил этот, прочитал где-то что-то. Интернет это несложно, но я думаю, каждый из вас, ну, вы-то понятно, вы можете спите с телевизорами или своими там, с вами массовой информацией, даже в интернете их смотрите. Мы приходим в столовую рано утром, включаем телевизор. Никто же не сидит, не тычет там, а ложку держит в руках, вилку и смотрит в телевизор. Вечером тоже, в обед где-то, ну, по крайней мере, у меня всегда так, я включаю телевизор. И телевизор будет всегда, потому что это в наших мозгах, это наша традиция, это наш менталитет. Разбор полетов от президента отрымали усе основные сегменты медиарынку. Так, от друкованного слова шакаются аналитики и лишбовизации. Классичные журналистицы с репутацией варты активно и масштабно конвертовать материалы в форматы онлайн-журналистики и працевать на молодую аудиторию, а она живет с гаджетом в руце. Телевизору быть, и тут прайоритет национальный продукт. До конца года контент своей вытворчасти во всех телеканалов не повинен быть снижающим за 30%. Фактично, это первая линия обороны информационного суверенитету. Шасти головных кнопок холдинга Белтеля радиокампании это покажек давно перевысили первая, третья, спортивная, пятая и сподорожниковая, двадцать шатвертая. Отставание есть у социально-забавляльного канала «Беларусь-2». Но на этом отбились выдатки на модернизацию и недохоб ярких национальных проектов и серы ялов. Зрешты проблемы телевизийной вытворчности, керавник державы, как показала Нарада, ведая до нюансов. А по шматликих новациях выступают не стольким медиакрытиком, кольки инициатором модернизации. Давайте мы не только без самоотчетов, но честно, и откровенно поговорим о проблемах. Я знаю ваши проблемы, вы их давно озвучивали, и о медиа-измерителе, медиа-центре, ну, дворец средств массовой информации, и о том, что мы должны создать мобильный такой канал по типу «Евроньюз» и других, потому что люди очень заняты. Надо сжатая, вот такая краткая информация по сути, с видеорядом каким-то и так далее. К чему я это говорю? Вы очень просвещенные люди, информированные, по крайней мере. Вы понимаете, что лишних денег нет. И мы сегодня должны определиться, что в первую очередь нам необходимо. В формате открытого диалога президент пропоновал обмерковать не только житевые проблемы СМИ, а и актуальный политичный парадок дня. Например, относены с исходным союзником по выниках перамо у Сочи. Большаясь керонюков СМИ – яркие публицисты, ведущие авторских проектов. Им важно видать политичную драматургию «Момонту» с первых в уснов. Модернизация Добрыжской паперовой фабрики. Пытание на собистом контроле керонника державы. По выниках недавней рабочей поездки подписаны указы об инвестиционном проекте, який дозволит организовать вытворшись кордона на предприемстве. Так само устанавливаются конкретные термины завершения инвестпроекта. Уводу эксплуатацию комплекса в 2020 году, выход на проектную могутность в 2022 году. В этом году на Гомельшине будет проведен капитальный ремонт еще одной сельской школы. Реконструированный дом принял в Агрогородку Литвиновича Кармянского района. Сегодня на Пляц Солцы побывали наши корреспонденты. С уликами того, какая увага надается социальной сфере у сельской местности, с боку старшины облаканкама Геннадия Соловья, можно не сомневаться, реконструкция этой школы будет проведена в вызначенные термины и с высокой якостью. Тем более, что в этом зацикавлены и сами будовники. После взноса участки побудов, узведенных еще в 1951 году и теперь признанных аварийными, на Пляц Солцы распочался монтаж новых подмурков. Увы, не ку реализации проекта школа станет больше просторной и утульной. По сутности, от второй застанутся только назва и некольки стен. Предусмотрено возведение пристройки к существующему корпусу школы, также реконструкция самой школы, замена всех инженерных сетей, это водоснабжение, отопление, водоотведение, электричество, установка видеонаблюдения. Также предусмотрено благоустройство территории, это озеленение, установка малых форм, площадки для изучения правил дорожного движения. Также будет возведен погреб для хранения овощей и фруктов. На данном объекте используются только самые современные экологические чистые материалы белорусского производства. Школа у Литвиновичах свою историю, отличивая с 1918 года, минавито у гэтый час знакомитый революционер, письменник и педагог Пантеляймон Лепяшинский открыл у вёсцы первую вопытно-показальную школу Камуно. Той будынок не захавауся, але сучасные вучни ганарацца своими коронями. Правда, пакульяны вымушены займаться у іншей школе, але уже в гэтым годе планують вернуться у Литвиновичы. На сегодня в учреждении обучается 117 учащихся. Часть из них – это начальная школа с 1 по 4 класс, 48 учащихся обучаются здесь, на базе детского сада. И 71 учащихся подвозятся в населенный пункт, который находится в 14 километрах отсюда. Это Октябрёва, Октябрёвскую среднюю школу, двумя автобусами. Мы приобрели специально для этого учреждения в 2017 и 2019 году новые автобусы. Вот ими осуществляется подвоз. Олег Сентюров, Сергей Негаревич, Яугин Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Кармянский район. И до инших тем. Об недокладных выниках вытворчасти на некоторых сельгазпортпроемствах региона ишла сегодня размова на коллегии комитета дежконтролю Гомельской области. Не глядяши на отломашальную работу, проводимую на посяжениях райвы-конкамов и специально организованных семинарах, факты так званых приписок выявляются. Свою безгазподаршись недобросумленные керавники маскируют фальшивыми надоями и привагами. Не пужая навод криминальной отказанности за подобные учинки. А пошние проверки КДК проводил листопадзе Снежни минулого года суместно с комитетом статистики. Для мониторингу обрали по одним сельско-господаршим предприемствам у семи районах в области. И у кожным были знайдены порушения. Эти приписки никак не повлияли на улучшение финансового положения хозяйства, на рост зарплат. Это привело только к одному. Руководители хозяйств отчитались и, как говорится, спокойно попытались закончить 2019 год. Но не получилось. Сегодня на коллегии будет дана принципиальная оценка данным действиям руководителей. Кроме того, хочется отметить, что по материалам, все материалы проверки переданы в правоохранительные органы. По двум материалам уголовные дела уже возбуждены. Сегодня у Гомеля проанализовали работу по реализации положения у декрета номер 18 в 2019 году. У посяжения областного координационного совета приняли удел проставники усих зацикавленных службов и органов. Становшая динамика в этой сфере в регионе назирается по усих напрямках. Значно смешивалась колькасть детей, которые находятся в социально небеспечном становище, и тех, кто имеет потребность у державной обороны. Поспрояли этому измены у критериях в изношении социально небеспечного становища. Их стало меньше, и сами они стали больше конкретными. Гомельская область протягивает утромливаться улику лидеров по проценте компенсования неотбайными батьками затрат на утромание их детей. Крыху больше за 68% – это другие показчики в Украине. А кроме того, в 2019 году 15 человек одновлены у батьковских правах. Почас посяжения не одно еще означается, для того, как обвернуть опеку над детьми, треба перш за все жадание. С пошуком працы и выращением меньших питаний у мясового органа улады завжды готовы и допомогчи. Работа с батьковской громадскостью – одна из главных задач на 2020 год. На чем мы будем работать в этом году? Ну, работа в первую очередь с родителями. Потому что причины постановки особой причины признания в госзащите – это пьянство, это употребление алкогольных напитков, это безработица. Задача, которая перед нами стоит – это заставить обязанных лиц работать. Есть решение Гомельского облсполкома, которое было принято в январе текущего года. Одним из пунктов, которым – это обязать госсполкомы провести работу в первом квартале текущего года по трудоустройству, перед трудоустройством обязанных лиц на финансово стабильное предприятие. И обратить внимание на трудовую дисциплину обязанных лиц. В Рогачеве плануются открыть музей Владимира Короткевича, причем это будет не просто установка культуры в возвышенном разумении, а сучасная арт-пляцовка. Миновата в этом городе белорусский письменник створил свои самые знакомитые творы. Романы «Колосы под сарпом твоим», «Христос приземлился угородни» и поэму «Земля дядоу». С планами прихильника утворчасти Владимира Короткевича ознайомились наши корреспонденты. Историки стверждают, основную забудову Рогачева на початку 20-го стаходя складали драуляные будинки. Дом по сучасной улице Короткевича номер 59 был узведен и прикладно в 1912 году. Традиционная для местечка вагодолества побудова однопаверховый будинок натягленным под мурку. У центры фасада у вахот, по боках от якого под вакна. Шмат годов этот дом, який належил деду Владимира Короткевича, был местом, где письменник створал свои лепшие творы. Для его будинку выделили особный покой, интерьер якого захавался до этого часу. У воголе створить тут музей мясовые улады спробовали не одноразово, але протяглый час реализовать эти планы не отримливалось. Долгое время родственники были против и не шли на контакт по этому вопросу. А в прошлом году все совпало. Это обращение краеведа на прием губернатора тема получила новое дыхание. И настоящее время мы определили пути решения данной проблемы. Надеемся, что в Рогачевском районе возникнет филиал, посвященный нашему земляку, тем более районный исполнительный комитет сделает для этого все возможное. У воголе идею об открытии музея Владимира Короткевича у Рогачеви у першыню огучили годов 30 тому. Але покласти початок практичной реализации проекта отрималося только летось. После звонка на прямую линию до старшиней облывы конкама директора 64-й средней школы и координатора мясовых крознавчих инициатив Александра Лейкина. Я на целове погодился. Это правда корыстная пропанова. Тем больше, что дом плануется выкористовывать не только как непосредственно покой письменника, но и как сучасную арт-пляцоку с проведением фестов. Утымлику по мотивах твору Владимира Короткевича. По великим рахунку открытие музея Короткевича у Рогачеве протяг мытанокерованной работы, якая проводится у городе на протягу опошнега десяти годзя. У селяким выпадку виновито в Рогачеве знаходятся самые великие в Беларуси настенный портрет письменника. Именно вито тут установлены одзины в нашей краине крыш Томашу Гриневичу. Персонажу твора паром на бурной раце. Вельми верагодно родичу Короткевича с боку мати. Некольки дзен тому будучи музей отримал еще цикавага. Протягу опошнег десяти годзя Рогачев стал культовым местом, где вельми шмат мест, які звязаны с творчастью Владимира Семеновича. Гэта замковая гора, где писалась и отбывались паддеи Ладзі Роспачи. Гэта коласы под сярпом тваем. Перший раздел полностью присвечены везки озярища, якая знаходится в семи километрах от Рогачева. Пока лиздымали документальные фильмы, я нажила у этого бакенщика разом с Короткевичем. Еще годов 15 тому лишилась, что Короткевич гэта у основным Орша, где он народился, и Минск, где працавал. Цепер на этой карте Йось Яшэй Рогачев. Город, где не кранутыми, засталися мястины, об яких рассказывал у своих творых письменник. Окунуться у реальную историю, такое махчимы далеко не усюды. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Яуган Макенко, телерадиокомпания Гомель, Зрогачева. Гэта и инши новинны, информацию о проектах телерадиокомпании Гомель вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.tevergomel.by На этом выпуске завершены. Усяго доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь-4 в студии Александр Гомоля. Здравствуйте. В Гомеле водитель троллейбуса врезался в дерево. Авария произошла сегодня утром в 8.15. Вместо ДТП улица Советская. Троллейбус 15 маршрута двигался в сторону улицы Кожара и совершил экстренное торможение. Водитель попытался уйти от столкновения с маршрутным такси. В итоге большая машина вошла в неуправляемый занос и оказалась на обочине, где столкнулась с деревом. Никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. В ГАИ сообщили, что водитель не справился с управлением и сейчас проводит проверку по данному происшествию. Задержан подозреваемый в нападении на директора Гомельского кафе. Мужчина, которого разыскивали правоохранители, написал явку с повинной. Напомним, 8 февраля один из посетителей, который пришел в заведение в компании своего знакомого, избил руководителя кафе. Тот предложил ему выйти на улицу после конфликта, который произошел в зале. Все началось с того, что компания мужчин подсела к двум молодым девушкам, но те не оценили их знаков внимания и выказали нежелание общаться. Об инциденции бармен заведения сообщил директору. Тот вышел, сделал мужчинам замечание и началось. Слово за слово. Посетителю предложил директору продолжить разговор на улице. Как только они вышли, сразу напал на руководителя. Нанес несколько ударов на крыльце и два заключительных на тротуаре, после чего потерпевший упал. Личность хулигана установлена. Это 43-летний неработающий житель Минска. Его спутник тоже из столицы. Он сейчас проходит по делу как свидетель. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В Гомеле на улице Островского в асфальте образовалась дыра диаметром в 2,5 метра. Вечером информация о происшествии распространилась по социальным сетям. Оказалось, порыв водопроводной трубы холодного снабжения. Грунт подмыло и асфальт провалился под землю. Никто не пострадал. Ликвидацией ЧП занимается Гомельский водоканал. Вчера специалисты устранили течь, сегодня занимаются ликвидацией последствий аварии в системе водопровода. Холодная вода уже подается в частные дома и общежития. В ближайшее время яму заполнят песком и заасфальтируют. Снова жертва на пожаре. В деревне Старая Стиловитковского района погиб мужчина. К моменту приезда спасателей деревянный дом был полностью охвачен огнем. Обрушилась кровля. Работники МЧС потушили пожар и под завалом строительных конструкций обнаружили хозяина. Мужчина не подавал признаков жизни. Предварительная причина возгорания неосторожное обращение с отопительными приборами. А в Жлобине горел легковой автомобиль. Пожар произошел на улице Чайковского. Огонь повредил крышку багажника, фары, бампер и багажный отсек. Причина – неисправность электрооборудования. Более 400 килограммов орехов и сухофруктов, спрятанных в различных частях автомобиля, пытался нелегально перевезти через границу гражданин Молдовы. Партию продуктов выявили сотрудники Гомельской таможни в пункте пропуска «Новая орудня». Водитель автофургона заявил, что везет груз, подлежащий декларированию. Однако под обшивкой салона таможенников ожидал сюрприз – упаковки орехов и сухофруктов. Проверяющим пришлось разобрать всю отделку автомобиля. Сухофрукты и орехи были сокрыты от контроля и под сидением, и под панелью приборов. Стоимость товара около 18,5 тысяч белорусских рублей. Общий вес сокрытого таможенного контроля товара составил более 400 килограмм. Стоимость перемещаемого товара более 18,5 тысяч белорусских рублей. Перемещаемый товар и автомобиль изъяты. На сегодня это вся информация выпуска. Я Александр Гамоля благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В Гомель состоялись чемпионаты первенства Беларуси по многобориям, а также кубок стороны по легкой атлетике. Оба турнира проходили на арене Гомельского дворца легкой атлетики. Наши многоборцы трижды поднимались на пьедестал. У мужчин лучший результат в семеборье показал Андрей Кравченко. У женщин в пятиборье серебро завоевала Диана Рабкова. У девушек медаль на счету Елизавета Евстратовская. Спортсменка в итоговом протоколе заняла третье место. В командном зачете Гомельская область разместилась на третьей строке. Кубок страны для нашей сборной сложился еще удачнее победа в командном зачете. Победителями кубка стали Полина Злотникова в прыжках в длину, Юрий Заполотный в беге на 60 метров, Юлия Близнец в забегах на 200 и 400 метров и Кристина Концевенко основным юниорским рекордом Беларуси в прыжках с шестом. Также в активе гомельских атлетов пять серебряных и шесть бронзовых наград. В областном центре состоялся полуфинальный этап международного баскетбольного турнира Кубок Феникса среди девочек 2007 года рождения. На паркете малого зала дворца игровых видов спорта состязались восемь команд из Беларуси, России и Латвии. Баскетболистки Гомельского областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта на групповом этапе заняли третью строку в своем квартете и в стыковых поединках оспаривали пятое место. К сожалению, воспитанницы Марины Раковской уступили соперницам из Санкт-Петербурга и финишировали шестыми. Впереди у команд финальный этап за награды Кубка Феникса будут бороться дружины с лучшим рейтингом по итогам двух минувших этапов. Команда Гомельска из Дюшор номер 10 стала третьей по итогам первого тура республиканской спартакиады детско-юношеских спортивных школ по гонболу среди девушек 2004-2005 годов рождения. В поединке за бронзу гомельчанки с перевесом в один мяч обыграли и воспитанниц Дюсыша имени Гуской из столичного региона 19-18. Гомбалистки областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта заняли шестое место в матче за пятую позицию проиграв с Луцкой из Дюшор 25-33. В финале воспитанницы столичного арцора были сильнее Гродненской из Дюшор номер 8 20-16. Второй тур спартакиады Дюсыша по гонболу пройдет осенью. Игорь Тиманюк подписал контракт с Мозырьской славией. Минувший сезон центральный защитник провел в составе Брестского руха и помог команде пробиться в элиту. В сезоне 2018 года футболист выступал за славию. Клуб выиграл тогда золото в чемпионате первой лиги. Гомельская энергия дома играет с Борисовым БГУФК. Матч пройдет завтра на паркете спорткомплекса «Локомотив» начало 18.00. В турнирной таблице сильнейшего дивизиона волейбольного чемпионата страны гомельчане на третьем месте. Борисовская команда на седьмом. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин